И здравствуйте, зрители и подписчики. В этом видео мы сделаем приложение для управления платой ESP32 по блютузу в среде Android Studio на языке программирования Kotlin. С помощью этого приложения мы сможем включать или выключать светодиод и управлять его яркостью. Перед просмотром убедитесь, что вы уже поставили лайк и подписались на этот канал, так как это очень поможет его развитию. Ну а после просмотра поделитесь своим мнением о моем проекте в комментариях и лишь просто распространите это видео в ваших социальных сетях. Не буду тянуть время и приятного просмотра. Для начала давайте ознакомимся с моим приложением подробнее. Прежде чем отправлять какие-либо сообщения о плате ESP32 по блютузу, нам нужно к ней подключиться. Для этого нажимаем на кнопку меню и на выбор устройства. Далее, если ли плата ESP32 добавлена в список блютузу устройств на вашем телефоне, то она автоматически появится в списке устройств в этом приложении. Теперь нажимаем на ESP32 контролем и, как вы видите, подключение прошло успешно. В моем приложении есть как кнопка для включения и выключения с видодиодом, так и слайдером для регулировки его яркости. Которые, как вы могли заметить, автоматически постраиваются под состояние кнопки. Помимо этого, вы можете настроить параметры этого приложения, снова нажав на кнопку меню и на его нижний пункт. В этом окне вы можете включить или отключить автоматическое подключение к последнему устройству, воспроизведение звуков или вибрирование при нашате на какой-либо исполнительный элемент на экране, или указать, будет ли сохраняться в постоянной памяти андроида состояние кнопки или позиции бегунка слайдера. Теперь давайте перейдем к тому, как я разработал это приложение в среде Android Studio. Первым делом запустим Android Studio и откроем проект Bluetooth Control. В описании я оставлю ссылку как на скачивание самого приложения в АПК, так и ссылку на проект для редактирования его в Android Studio. Хотел бы вас предупредить, это не видео для начинающих в разработке приложений и неподробный туториал. Поэтому, если вы новичок, многие моменты в моем видео могут быть непонятны. Если это так, то смело задавайте свои вопросы в комментариях. Буду рад вам помочь. Перед тем, как перейти к коду, давайте рассмотрим структуру приложения. Как вы видите, приложение состоит из множества папок, но пока нас интересует папка Drawable. В ней хранятся изображения и XML-ресурсы, описывающие виды того или иного элемента на экране. Так, например, в файле ButtonStyle прописан градиентом и форма кнопки для отключения от устройства. А для кастомизации внешнего вида слайдера регулировки яркости светодиода нужны XML-файлы SigBarStyle для фона слайдера и SumStyle для видоизменения бегунка на слайдере. А для адаптации моего приложения под разные размеры экранов я создал отдельные XML-ресурсы для маленьких, средних и больших экранов. Далее, в папке Layout у нас расположены ресурсы для экранов приложения, а именно, основного экрана, на котором происходит управление платой ESP32, экраном для выбора устройства и для настройки параметров приложения. В этих ресурсах прописано расположение элементов на экране и их атрибуты. В папке Menu находится XML-ресурс для PopUpMenu, которое появляется приношать на кнопку в правом верхнем углу. Собственная иконка приложения, установленная через ImageAst, находится в папке MipMap. В папке Row мы сохраняем аудиофайлы. В нашем случае это звуком приношать на какой-либо исполнительный элемент экрана. Последняя папка это Values, в которой находится ресурс Colors, в нем прописаны стандартные цвета. Ресурс String, в нем объявлено имя приложения. И ресурс Same, в котором находится тема приложения и указан цветом верхней панели. Теперь давайте поднимемся немного выше. Перейдем в папку Java, а затем в директорию com.example.bluetoothcontrol. В ней у нас расположен код приглашения, или выражаясь терминологией Activity. Для простой понимания, Activity это как отдельный экран в приглашении, макет или ресурс которого находится в уже показанной мной папке Layout. Для понимания работы Activity желательно ознакомиться с этой статьей, которую я приглашу в описании к видео. Кроме этого, в папке Manifest находится еще один XML-файл Android Manifest. В нем прописаны атрибуты как всего приложения, в частности, его название, иконка, тема, так и атрибуты отдельного Activity. Кроме этого, в Android Manifest объявлены разрешения для взаимодействия с Bluetooth-устройствами. Давайте уже перейдем непосредственно к рассмотрению кода нашего приглашения. Сначала откроем MainActivity, которое запускается при открытии приглашения. В этом активите основным классом является MainActivity. В нем выполняется код приглашения, взаимодействие с пользователем, управление элементами экрана и многое другое. В самом верху этого класса мы объявляем переменные. Переменные, объявленные как LateInit, изначально ничего не хранят, поэтому их мы записываем позже. А переменные, объявленные в CompagnonObject, являются статическими. Теперь давайте рассмотрим функцию OnCreate, выполняющуюся при запуске Activity или, проще говоря, при открытии приглашения. В ней мы сперва отображаем макет экрана, доставая его из папки resources, а затем из layout. Далее мы создаем фильтр событий, происходящих при определенных условиях. В этот фильтр мы записываем события, происходящие при отключении от библиотуз устройства, после чего регистрируем функцию, которая будет выполняться при обнарушении указанного события. Эти же действия мы выполняем функции OnResume, которая вызывается, когда экран и его элементы полностью прогрошены. Ну а функции OnPause, которая вызывается, когда все процессы в Activity остановлены, но при этом сам экран видно, мы перестаем регистрировать события. Следом мы наполняем или же записываем объявленные выше переменные, настраиваем цвет надписи, отображающие, подключенный наш смартфон к плате ESP32 и указываем текст для верхней панели. Затем мы прочитываем данные из постоянной памяти Android, в которой мы храним параметры нашего приложения, состояние кнопки и положение бегунка. Так как это приложение состоит из нескольких Activity, то между ними приходится передавать какие-либо данные. Для приема данных у нас идет следующее условие. Если от Activity Device Select или же экрана для выбора устройства получен адрес устройства, к которому нам нужно подключиться, то мы записываем этот адрес в переменную и вызываем класс для подключения к Bluetooth устройству. Иначе мы проверяем, доступно ли автоподключение к устройству. И если да, то мы опять подключаемся к Bluetooth, предварительно получив из Shared Preferences адреса и имя последнего подключившегося к нам устройства, которое мы до этого записали. После этого мы применяем полученные из Shared Preferences параметры приложения и устанавливаем слушатель нажатий для кнопки включения и выключения светодиода. При нажатии на нее мы проверяем, если на смартфоне пользователя включен Bluetooth и он подключен к Bluetooth устройству, то мы отправляем плате ESP32 сообщение, которое в свою очередь либо включает либо выключает светодиод. Иначе при невыполнении одного из условий мы либо предлагаем пользователю включите Bluetooth либо вводим сообщение о том, что нет Bluetooth соединения. Далее у нас идет слушатель изменения позиций бегунка. В него встроена функция, которая выполняется, когда бегунок двигается, функция, которая выполняется, когда мы только начали изменять позицию бегунка и функция, которая происходит тогда, когда мы отпустили бегунок. Теперь давайте опустимся в самый низ и рассмотрим приватный класс Connected to Device, нужный для подключения к устройству. В нем есть две функции Do in Background и On Post Execute. В первой функции, как понятно из ее названия, все действия мы выполняем в фоновом решении, то есть выполняем параллельно с другими задачами. В ней мы сперва получаем устройство, к которому мы хотим подключиться, используя его адрес. Создаем каналы для отправки данных, даем команду Bluetooth адаптеру остановить обнарушение устройства, после чего просто подключаемся к нему. Далее функции OnPost Execute мы проверяем установлено ли Bluetooth соединение, вводим название устройства, показываем кнопку для отключения от него и сообщаем об успешном подключении. Как вы могли заметить, ко всему этому коду я написал достаточно много комментариев, поэтому не будем останавливаться и перейдем к рассмотрению следующего Activity. А если быть конкретнее, то к Activity Device Select. В нем мы как и в предыдущем Activity сверху объявляем переменные, только теперь в Compagnion Object у нас объявлена переменная, в которой хранить название тега, которую мы позже передадим другому Activity, когда пользователь выберет устройство. В OnCreate мы проверяем полученный ли от MainActivity, который мы до этого рассмотрели, информация о том, что Bluetooth соединение установлено. Если да, то мы получаем адрес устройства, к которому мы до этого подключились. Это пригодится в том случае, когда вы подключились к Bluetooth устройству, затем опять открыли выбор устройства и по ошибке выбрали устройство, к которому вы уже подключены. Но благодаря этой функции вы не начали бы соединение с уже подключенным устройством. Следом, мы получаем из SharedPreferences параметры приложения, после чего проверяем, есть ли какие-нибудь устройства в списке Bluetooth устройств на телефоне пользователя. Если да, то в один массив мы сохраняем имена устройства, которые мы отобразим в списке, а в другой массив мы сохраняем адрес устройства. Так для подключения к какому-либо Bluetooth устройству можно использовать только его адрес. Далее мы создаем адаптер массива, в который записываем массива с именами устройства и выводим этот адаптер в списке. Затем устанавливаем слушатель нажатия на элементы списка, при выполнении которого мы сначала списываем адрес выбранного устройства и если Bluetooth на телефоне пользователя доступен, а выбранное устройство не совпадает с подключенным устройством, то мы сообщаем этот адрес MainActivity. Последний экран, который нам еще предстоит рассмотреть это Manage Settings. Как я и говорила еще в начале видео, это экран для настройки параметров приложения, в котором мы сперва объявляем перемены для управления флажками, которые находятся на нашем экране. И устанавливаем слушатель на шатте для каждого из них. Давайте возьмем первый флажок для автоподключения к устройству. Если флажок установлено, то мы сохраняем в теге AutoConnect и Шардж Preferences значение True. Иначе мы сохраняем в тот же теге значение False. А при нажатии на кнопку сброса параметров приложения или кнопку установки параметров по умолчанию мы автоматически устанавливаем или снимаем определенные флажки. Теперь давайте перейдем к коду для платы ESP32. Для загрузки этого кода в плату ESP32 вам нужно перейти в настройки Arduino IDE, открыть дополнительные ссылки для менеджера платы и вставить эту ссылку, которую я оставлю в описании к видео. Далее открываем менеджер плату, вводим ESP32 и нажимаем на установку. После установки переходим в инструменты и выбираем плату дуэта ESP32 DevKit F1. Теперь вы уже можете прошивать ESP32, но стоит учесть, что при загрузке нужно удерживать кнопку бута на плате, а это нужно для прихода ее в режим программирования. давайте подведем итоги. Безусловно, приложение, которое я сделал в сегодняшнем видео, имеет больше образовательную функцию и показывает возможности Android Studio. Конечно, его все еще можно использовать для практических целей, например, для управления освещением, светильником или настольной лампой, подключенной к плате ESP32. В комментариях напишите, какие еще функции можно было добавить в это приложение и как его можно было еще использовать. На этом мое видео подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.